Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Давно я не выходил на связь. Многие из вас все это время писали, что случилось или куда-то пропал. Спасибо вам большое, что вы не забываете меня и кому-то очень интересно посмотреть видео. Просто лето, летний период времени, и в это время много каких-то разных дел или изменений в жизни у всех происходит. Почему-то выпадает на лето и, значит, как-то не до съемок. Но, тем не менее, была такая одна фишка, которая мне очень хорошо помогала. Я сейчас долго сидел и думал, какое же видео снять первым, на какую тему, чтобы это было видео действительно достойное вот этого продолжительного молчания. Я думаю, что это видео поможет многим, и оно будет достойным видео, значит, чтобы стать первым видео после, по-моему, там перерыв был в три недели, может быть, даже в месяц. Как отпускать любого человека из своей жизни? Очень много писем приходит именно тематикой. Тематика писем связана с тем, что человек не может отпустить другого человека. Это не только касается личных взаимоотношений, отношений любви, значит, это касается и рабочих взаимоотношений, начальник, бывший начальник, обида какая-то. В целом, обида на что-то, на кого-то. То есть, это самая такая деструктивная вещь, негативная, которая не дает нам двигаться вперед и немножечко тянет постоянно назад. Мы не можем отпустить какую-то ситуацию, мы не можем отпустить прошлое, мы не можем отпустить что-то, что было с нами в прошлом. Это традиционно, по-моему, для нашей жизни. Не все достигли уровня гуру и пропосветления такого, чтобы спокойно отпускать, жить без привязанности и все такое прочее. Повседневная жизнь все-таки вносит свои коррективы, и мы вынуждены лавировать в потоке этих событий, которые с нами происходят. Так вот, эта такая вот методика довольно универсальная и очень простая, казалось бы, для начала, значит, при таком поверхностном рассмотрении. Но она, тем не менее, весьма эффективно помогает забыть и отпустить внутреннюю какую-то ситуацию для человека. Мы рассмотрим на примере личных взаимоотношений. Как отпустить человека, который вот засел в вас и вам сложно, вы не можете, вы о нем думаете, каким-то образом вспоминаете. Или, может быть, вы расстались, и вот только такой острый период, когда вы эмоционально очень сильно все это переживаете. Как облегчить себе эти переживания, как немножечко перелеснуть эту страницу. Есть такая методика, которую разработал американский психиатр еще 40 лет назад. Я ее, честно, применяю давно уже, но не рассказывал о ней там по определенным причинам. А теперь можно рассказать, я думаю. Вот смотрите, когда вы, к примеру, расстались с любимым человеком, вот возьмем так. Вы можете принимать на себя, применять на свою какую-то, да, сферу. Если вы, например, ушли с работы какой-то конкретной, и вы не можете там забыть коллектив или начальник, или еще что-то. То есть любое, что вы не можете забыть. Мы берем любимого человека, с которым вы расстались. Ну, это такая наиболее типичная, наиболее типичная, наиболее типичный пример, который встречается в письмах. В основном пишут о неразделенной любви. Он ее любит, она не любит, она ушла, он пришел. Она это, постоянно эти взаимоотношения у людей возникают, так или иначе. Так вот, вы берете и, закрывая глаза, представляете этого человека, сидящего на стуле перед вами. Немного еще отвлекусь, прежде чем саму методику рассказать, да, то я уже начал ее рассказывать. Дело все в том, что это называется эмоциональные инвестиции. То есть мы вкладываем в человек, когда встречаемся, мы вкладываем свои эмоции, какие-то ожидания, мы вкладываем какие-то мечты, ощущения. То есть вот это все крутится вокруг этого человека. Это называется вообще энергия. Мы вкладываем свою энергию в это, в эти отношения, в мыслях, эта энергия, когда мы думаем о человеке, в мыслях о будущем с этим человеком, в мыслях о том, как он к нам относится, в мыслях о том, как мы к нему относимся. Во всем в этом есть энергия к... во всем в этом есть энергия. Так вот мы должны эту энергию вернуть обратно себе, сделать так, чтобы эта энергия, она не присутствовала там больше, фантомно, и не точила вас. А она вернулась к вам, и, соответственно, вернувшись, вы не будете и на физическом таком уровне думать об этом. Так вот, вы представляете человека, как будто он сидит на стуле перед вами. Представляете его таким, какой он есть. Вот если вы, например, не можете забыть, вот какие-то хорошие качества, если вы любите прям безмерно, вот представляете, вот все свои внутренние ощущения к этому человеку. Все ваши ожидания. Вот закрываете глаза, да, и представьте, он сидит. Вот вы можете представить, какой он красивый, или она какая красивая, какой хороший, или какая хорошая она. Как вот вы думали, что вы будете вместе. Как вот вы думали, что у вас все получится. Как будет все замечательно. Как все будет прекрасно. Прекрасно. Я не знаю, представляете, там общие домашние животные, если есть, общие там дети, к примеру. Ну все, что было у вас связано с этим человеком, представляете абсолютно все. Может быть вы жили в одной квартире, и там очень много травматичного, так скажем, у вас связано с этим. Вы все это представляете. Ужасно жарко. Вы все это представляете. И когда вы представили все это, у вас возникнет эмоциональный такой определенный фон, да, определенный фон по отношению к этому человеку. Вы должны в этот момент трансформировать этого человека в какой-то предмет или какое-то явление природное, может быть любое, ассоциативно. Ну, к примеру, хорошо, не я, кто-то представляет человека, и вот он уменьшает его и представляет, что это песочные часы. Что вот этот человек и вся гамма эмоций и чувств, которые он испытывает к этому человеку, выглядят как песочные часы. На моей практике были примеры, когда человек представлял, что это идет дождь. Вот ну просто, знаете, как представьте такую комнатку, такую вот открытую, например, да, как на выставке, на стуле на этом, и там просто идет дождь в этой комнатке. Или, значит, бутылка вина, или еще что-то, штопор там, я не знаю, машина, все что угодно. Как будто это вот уменьшенная копия такая вот этого человека и всего, что вы к нему чувствуете, стоит на этом стуле. Значит, и после того, как вы это представили, вот вы должны с закрытыми глазами постепенно, потихоньку, вот этот предмет или это явление какое-то, которое связано с этим со всем, потихонечку представлять, как вот эта штука, да, например, пусть это будут песочные часы. Песочные часы, они, значит, со стула, они летят к вам, в прямом смысле этого слова, да, летят к вам, и как будто они входят в вас в области солнечного сплетения, в области груди. Как будто они потихонечку входят в вас. И вот после этого, после этого вы какое-то время, еще минуту-две лежите, потом вы открываете глаза, открываете глаза и представляете, стул не обязательно ставить. Ну, если для вам понадобится, можете прям стул поставить. И представляете, что реально как будто бы, значит, вот этот человек, он сидит на этом стуле. И поверьте мне, если вы сделаете это, вы ощутите, увидев, представив, так скажем, воображением этого человека напротив вас, вы сразу ощутите, вот практически мгновенно вы ощутите, во-первых, более равнодушное отношение к этому человеку, во-вторых, если вы не можете забыть человека, вы почувствуете некую легкость и отпускание. То есть вас постепенно начнет отпускать, но отпускать очень быстро. Постепенно, но быстро, так скажем, да, не, хоть это немножечко тавтология, постепенно, но быстро, но быстрее, чем это было бы, если бы вы этого не делали. Желательно это делать в день несколько раз. То есть вы можете сделать это там один, два, три раза, хоть сколько. Вообще люди, которые уже измучились, и они реально просто уже вот, так скажем, не могут отпустить ситуацию или человека, вот, например, конкретно человека, они, начиная делать это, они испытывают такое, такое чувство легкости сразу, сразу же, что они прям хотят делать это просто без перерыва, еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Это хорошо. Делайте, пока внутренне вы не почувствуете, организм вам подскажет, что достаточно. Вот сейчас достаточно. Но это гарантированно дает результат, что вы почувствуете легкость и отпускание прошлого, и отпускание человека. Это очень действенная методика, на самом деле, и несмотря на то, что она достаточно легкая в выполнении, и не замысловатая, но все, как говорится, простое, да, оно наиболее эффективно. Попробовать, я думаю, многим поможет. И вот те письма, которые вы пишете, они разделены любви, или о том, что вы не можете забыть человека, или не можете его каким-то образом оставить в покое, или какую-то ситуацию. Вы можете представить, что это на стуле разыгрывается какая-то ситуация. Например, ваш разговор с начальником какой-то, где вас обидели, или вас оскорбили, или вас уволили, может быть. И тоже представить это как некий предмет, или некое явление, например, шторм, гроза, и это тоже входит в вас. То есть, смысл в том, что вы, например, работая, вы тоже вкладываете какие-то свои эмоции, вкладываете в эту работу свои силы. И вот эти вот все вещи, они остаются фантомно там. И эти эмоциональные инвестиции вы как бы возвращаете внутрь себя. И возвращая внутрь себя, там фантомно ничего больше не остается. И энергия, она оттуда, вы ее должны просто забрать. Есть хорошая тибетская поговорка, что сделать, если вас разлюбили. И ответ такой, забрать свою душу и уйти домой. Но чтобы уйти домой, нужно забрать свою душу. Но чтобы забрать свою душу, нужно знать, как ее забрать, понимаете? Потому что вы же вкладывали душу в этого человека, а он вас разлюбил. Это ничего страшного. В жизни такое бывает. Но тем не менее, нужно забрать свою душу сначала, а потом уйти домой. Я надеюсь, что эта методика, она реально кому-то поможет и вам станет легче. Задавайте вопросы, кому что непонятно. Я думаю, здесь все предельно понятно. Пишите комменты. Всем, ребята, пока. До встречи.